Пенсионный фонд России В целях своевременного назначения пенсий и полного назначения пенсий нашим отделом, отделом оценки пенсионных прав, также проводится заблаговременная работа. Заблаговременная работа, что она из себя представляет? Ну то есть заранее, чтобы люди предпенсионеры, те которые в дальнейшем собираются, чтобы заранее подготовились к своей будущей пенсии. Заблаговременная работа, она как бы дает возможность гражданину собрать полный пакет документов, необходимых для назначения пенсии. Что необходимо? Для заблаговременной работы нам необходимо, чтобы люди заранее подумали о своей пенсии. Не день в день, например, достигли пенсионного возраста и обращаются обычно прямо впритык. А чтобы заранее, хотя бы за 6 месяцев до наступления срока, чтобы люди обращались к нам в пенсионный фонд. Для получения консультации необходимой информации. Для проведения заблаговременной работы нам необходимы следующие документы. Набор документов, в принципе, он такой паспорт, СНИЛС, трудовая книжка, военный билет для мужчины, свидетельство о рождении всех детей, свидетельство о браке. Также, если есть возможность, справка о заработной плате приобщить к этим документам. Вот этот набор документов нам необходим для проведения нашей работы в дальнейшем. С этим документом мы уже будем давать оценку этим документам. Например, если обычно часто у нас проблема, как бывает, приносят люди трудовые книжки. Она бывает заполнена не своевременно, или печать не соответствует, или печать не просматривается. В таких случаях мы уже делаем запросы соответствующие органы, либо в архивные учреждения, либо, если это за пределами республик Дагестан, направляем туда запросы. Также, если человек работал в наших союзных республиках, то, соответственно, запросы делаем уже за пределами Российской Федерации. Что хочется сказать людям, чтобы обращались заранее. Например, запрос за пределами страны, ответа приходится ждать очень долго. Из-за этого, получается, люди приходят, уже когда достигли пенсионного возраста, мы отправляем запрос и ждем ответа. Как бы ответ не поступает, и человек ждет своей пенсии, но не может ее получить, так как ответ может затянуться. Поэтому обращаемся к людям, чтобы приходили заранее, брали оригиналы всех необходимых документов, и, соответственно, мы с этим документом уже проведем свою работу. Также бывает такой момент, человек обращается, наступил срок у него, обращается с заявлением за назначение пенсии. У нас сегодняшний день для получения пенсии, как бы, необходимо три пункта, да, выполнения. Это достижение пенсионного возраста, необходимый стаж, иметь необходимый стаж, и необходимое количество баллов. На сегодняшний день необходимый стаж на 2020 год, это 11 лет. И индивидуальный пенсионный коэффициент должен составлять 18,6 баллов. Получается так, человек обращается с заявлением, например, сегодня обратился человек с заявлением, достиг он своего возраста, как бы, да, первый пункт у него исполнен. Но получается так, он где-то у него стажа не хватило, где-то у него баллов, баллов он не набрал, и, как бы, он, там, месяц, полгода бывает, год бывает, не хватает. И нам приходится отказывать, да, человеку на назначение пенсии. Чтобы, как бы, этого не было, поэтому лучше прийти заранее, можно даже прийти заранее за год, чтобы мы тот день посчитали, посмотрели, если человеку, например, не будет хватать, там, 6 месяцев, там, стажа, он этот стаж может, как бы, доработать уже до достижения возраста и, как бы, получить уже при достижении возраста свою, как бы, заслуженную пенсию, да. Пенсионный фонд России